Безносков Иван Захарович В 1936 году приехал в Остяково-Гульск, нынешний Ханты-Мансийск. Здесь работал судоводителем. Спустя два года, в 1938 году, был призван в армию. В 1941 году мать Ивана, Елена Яковлевна, ждала сына в отпуск. Но грянула война и безносков сразу отправился на фронт. Спустя два месяца получил ранение, но после лечения снова ринулся в бой. За выдающиеся военные навыки он стал командиром батальона. 333-го гвардейского стрелкового полка 1-го Украинского фронта. Он защищал Москву, освобождал от немецких захватчиков земли Польши и Украины. В 1945 году его батальону было приказано захватить реку Одер. Река в Европе протекает по территории Чехии, Польши и Германии. Он участвовал в сражении. В этом, спустя какое-то длительное время, они все-таки переправились на левый берег, захватили аэродром и 22 самолета. Что это позволило советским войскам продвинуться дальше, ближе к Берлину. Приблизило нас к победе. За время войны безносков получил 4 ранения и все 4 раза возвращался в строй. Однако это задание стало для него последним. Его настигла разрывная пуля. Целый месяц врачи госпиталя боролись за его жизнь, но 25 февраля он скончался. Героя похоронили в селе Жалобок Курской области. После его смерти его сослуживцы написали письмо Елене Яковлевне, матери своего капитана. Уважаемая Елена Яковлевна, имя вашего сына живет и будет жить в части до тех пор, пока в ней будут служить хоть один человек. О подвиге героя Советского Союза, капитана Безноскова, знает каждый солдат, каждый сержант, каждый офицер. В комнатах боевой славы висят его портреты и описание подвига. Воины-гвардейцы никогда не забудут вашего сына, человека, вписавшего золотую страницу в книгу подвигов советского народа. За подвиги Ивану Захаровичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. А в 1957 году решением исполкома Ханты-Мансийского городского совета депутатов-трудящихся в улице Логовой присвоили имя Безноскова. Память об Иване Захаровиче живет не только в названии улицы. Здесь же в Ханты-Мансийске в парке Победы на Аллее Славы установлен бюст Героя Безноскова.